К моменту приезда пожарных огнем был охвачен весь второй этаж «Спартака». А начался пожар на глазах сотрудницы спорткомплекса, который рано утром включил освещение в зале гимнастики. Во время уборки, с ее слов, произошла вспышка в лампе. Искры от этой вспышки и лампа сразу загорелась. Они посыпались вниз. Лампа находилась над прыжковой ямой, в которой, естественно, был поролон. Все эти горящие брызги попали на поролон. Он вспыхнул. Ну, а дальше уже пошло соответствующее развитие. Поролон начал выделять едкий дым. И своими силами работники комплекса потушить огонь не смогли. Позвонили в пожарную службу. Тушили пожар сначала два расчета центрального района. Затем понадобилась подмога бригад из Хосты, Адлера и Догомуса. Таким образом было задействовано 40 человек и 14 единиц техники. Пожар потушили 8 часов 23 минуты. На площади 400 квадратных метров. Пострадавших погибших нет. Причина устанавливается. Пострадало несколько помещений от огня и от воды. Кроме этого обрушилась крыша. Работы пожарных продолжаются до сих пор. Идет разбор конструкции крыши. Конечно, с самого утра сюда приходят тренеры, родители детей, да и сами дети. Все на эмоциях. Зал, где тренировалось так много спортсменов, выгорел полностью. Спорткомплекс «Спартак» работал с 1984 года. В нем размещались секции художественной и спортивно-оздоровительной гимнастики, ушу, бокса, тайского бокса, фристайла. Здесь проводились соревнования в том числе и международного уровня. Что жалко, что жалко детей сегодня, жалко. Что эти дети сегодня остались без спортивного зала. Это единственный специализированный зал по спортивной гимнастике. Второго зала такого в Сочи, в Большом Сочи, нету. Вот сын у меня ходил сюда в этот зал, занимался гимнастикой. То есть он за то время, пока ходил, стал прям подтянулся очень хорошо. А теперь некуда ходить. Все сгорело. По факту пожара проводится проверка. Одна из предполагаемых версий – короткое замыкание. Причина случившегося и размер ущерба будут известны позже.